Видите, какой отек большой? Вчера отек был, вот до этой, до ручки мы рисовали границы. Вот, сейчас этот отек помаленьку уходит. Конец отпуска житель Москвы Александр проводит в Барнаульском отделении токсикологии. Вместе с теми, кто попадает сюда, например, с алкогольным отравлением. Три дня назад мужчину укусила гадюка, когда он отдыхал в Белокурихе на горе Цирковка. Потянулся к змею, она на меня прыгнула, укусила в палец. А зачем вы потянулись к змею? Ну вот, по глупости. Вот укусила в палец вот сюда вот, и начался резко отек вот сюда, идти вверх, 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 и до конца руки. Точнее не получался, уже полурути было в отеке. Можно подумать, что местные гадюки москвичей особо не жалуют, но у них в принципе нет задачи напасть на человека. Наоборот, змеи, у которых, кстати, в мае романтический период, стараются избежать встречи с людьми. Ужи, полозы и гадюки выбирают теплые укромные места. Чаще у воды. Кстати, гадюка – единственная опасная змея в нашем регионе. Вот, скажем, уши – это совершенно безобидная змея. Но если тоже ее хватать руками, она тоже может опысить. Но яда у нее нет, но в любом случае укус, скажем, она зубы не чистит, может быть, потом воспалится. А гадюки, скажем, бывают, повторюсь, смертельные случаи, но в основном связаны или с аллергией, или как-то, ну, непереносимость вот этого яда. Всего за полторы недели в отделение токсикологии попали четыре жертвы гадюки. Обычно столько проходит за весь летний сезон. Причем у всех пациентов довольно серьезное осложнение – инфекции, отеки. И все это от минимального количества яда. 0,01 грамма у степной гадюки, ну, гадюки обыкновенные наши, которые в Алтайском крае, вот. Яд минимальный, но он очень нейротоксичный, поэтому, когда человека кусает змея, он практически укус это не чувствует, это просто как укол иголкой. Поэтому многие люди не обращаются сразу после укуса. Ни отсасывание яда там, ни прижигание практически не имеет никакого значения. Потому что тем более нельзя никогда, в многие справочниках пишут до сих пор, но это полная глупость, нельзя накладывать жгут. Если вы приставали к змее, а она не ответила вам взаимностью, необходимо принять антигистаминные препараты. И в течение шести часов обязательно обратиться в больницу. А вот Александру в этой палате придется провести еще дней пять. Очевидно, этот отдых на Алтае он запомнит надолго. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.